Мы камеру предоставим. Хорошо тут. Ни жалобы не доходят, ничего. В Украине есть семь колоний, которые могут принять Юлию Тимошенко в качестве заключенной. Качановская – в списке фаворит. Условия содержания здесь максимально приближенные к западным стандартам. Но на вип-апартаменты, утверждают в администрации, даже экс-премьер может не рассчитывать. Вип-условий у нас никаких нет. В пяти отделениях они приведены, фактические условия содержания, к европейским стандартам. Это отдельные комнаты на 10-15 человек. Стены выкрашены в постельные тона, деревянные кровати и цветы на подоконниках. В каждой комнате свой туалет. Есть бидет, раковины, все у нас работает, гуляет, злозная вода. Таких условий у многих осужденных даже на воле не было. Есть телевизоры, стиральная машина и даже мини-кухня. В моде серые халаты и синие куртки с нашивками на груди. В свободное время женщины носят спортивные костюмы. Красить губы и глаза разрешается. Украшение вне закона. Тут уже маникюры, покраски волос это все будет в прошлом. Никаких вычурных причесок, волосы спрятаны под косынками. Но заплести косы, говорят осужденные, Юлии Тимошенко, они всегда помогут. Я лично. Я бы помогла ей очень сильно закрутить. Так тугенько, чтобы уже не раскрутила Николай. Осужденные могут отдохнуть в зимнем саду или сходить в тренажерный зал. Тут и настольный теннис есть, и беговые дорожки, чтобы за фигурой следить. Ну и что ж, мы находимся в колонии. Ну, мы же все равно женщина останется. Женщиной выйдем. Красивая, в расцвете все. В колонии работают все, кроме пенсионеров. Зарабатывают около тысячи гривен в месяц. Шьют форму для милиционеров, спасателей и коммунальщиков. В том, что экс-премьеру ручной труд придется по вкусу, женщины сомневаются. Если человек всю жизнь просидел за стульчиком и только ручку держал в руках, и потом в такой работе тяжело очень. С шопингом в колонии сложно. Магазин один. Хотя цены на сладкое, сигареты и предметы гигиены ниже, чем в харьковских супермаркетах. Если хочется купить что-то из одежды, придется оставить письменное заявление. Конечно, ее родственники могут через бандерульку заказать не только луи-витон, но и дочи габана тоже. Кормят не хуже, чем дома. Хлеб из русской печи всегда есть первое мясо. Я не считаю, что здесь баланда. Нормально питается. У нас три-четыре раза в неделю есть картошка тушеная, это на ужин. Папуста тушеная и рагу овощное. А два раза в неделю каша у нас на ужин. Так и обычно супы. Сегодня в колонии отбывают срок. Около тысячи женщин за экономические преступления сидят единицы. Есть пара главных врачей и несколько главбухов. То, что Тимошенко посадят, и тем более в их колонию, осужденные верят с трудом. Такому человеку после такого ранга попасть в такие места будет в любом случае дискомфортно. Пускай я не знаю, какие условия они создадут, но все-таки воли здесь нет. Екатерина Морозова, Вячеслав Мавричев, Виталий Гнеды, Медиагруппа Объектив.